Так, я в прямом эфире. Должна уже быть. Алло, алло. Друзья, всем доброго времени суток. Всем посылаю очень много солнца. Из Коста-Рики, 908 у меня. Доброе утро, добрый день. Кто меня где смотрит? Как поживают мои русскоязычные подписчики? У вас всегда больше достается всяких вкусняшек. Вам! Я всегда вас угощаю. Ой, моя помада. Коста-Риканский, никарагуанский утренним свежим кофе шикарным. Девять утра у меня. На французов уже не остается кофе. Два часа спустя. Так. Приветствую всех. Добрый день всем, кто меня будет смотреть на YouTube в записи, на Instagram в записи. У нас сегодня это раскопок, обычно. Пока я это дело не оставляю. Меня зовут Ольга Васильевичу, если кто-то не знал, не знает. Смотрит первый раз мой канал. Будет Instagram, будет YouTube AstroEzotericPro. Да, я живу в Коста-Рике. Жизнь, которую я выбрала, этим я очень довольна, горжусь. У нас сегодня тероскоп на Новолуния в Рыбах. У нас сегодня 12-е, да? Новолуния будет 13-е, то есть завтра. Тероскоп у нас будет с 13 по 27 марта. Новолуния в Рыбах. Попадает на ночь. Поэтому я делаю сегодня 12-е. По московскому попадает на 13-е, час 21. То есть завтра. 13-21. По Монреалю 4-21. У меня, в общем, будет ночь 3-21. Поэтому завтра было бы уже поздно мне делать по Коста-Рике. Как обычно... Здравствуйте. Здравствуйте. Как обычно мы будем делать... Я буду использовать сегодня Таро Иллюминати. Два старших аркана, прямая... Два старших и младших. Две карты. Старших младших аркана, второй Иллюминати. Прямая перевернутая позиция. Вот такая шапка здесь, да. И третью карту, дополнительную, я сегодня все время чередую. Возьму Кипера. Кипер. Такие фигурные карты. Они не похожи на Ленорман. Это не символика Ленорман. Тем не менее, это не символика Таро. Так. Сейчас Кипера я Кипера перемешаю, чтобы заранее уже он был готов. Чтобы потом просто брать по порядку, да. Не теряя время для каждой карты. Что касается Таро, прямая перевернутая позиция. Слушайте все позиции, если хотите, пяти личных планет. В знаках для вашей натальной карты. По их функциям. Карты для вашего Солнца в знаке. Это основной фон периода. Задача, да, как вот. Сама цель. К чему нужно стремиться. Или то, к чему вас судьба, жизнь приведет. Общая такая цель. Луна в знаке. Ваша Луна в знаке. Это то, что повлияет на состояние эмоциональное вашего периода. Венера в знаке. Отношения партнерские, любовные. Если нет любовных, то любые. Бизнес, дружба и так далее. Любовь, взаимодействие с людьми. Марс в знаке. Карьера финансы. Если хотите слушать о Меркурии в знаке, это то, что уйдет. То, чего удастся вам избежать в этот период. И асцендент по моей системе. Асцендент в знаке. Сюрприз в период. То, чего вы не ожидаете. Девочки, здравствуйте. Наталья. Это Инга, нет? Инна или Инга, не помню. Красивый именем Готьей. Французский. С фамилией, в смысле. Так. Кипера я подготовила. Кипера я откладываю. Ну что, готовы на тарасков, девочки? Тем, что интересуются астрологии, вы должны, наверное, видеть. Наверное, вы увидели на моем канале YouTube. Я выложила последние вот 2-3 недели при просмотре пяти уроков шикарного мастер-класса интенсив-курса «Водные дома». Метафизический подход к работе водных домов реальности 4, 8, 12. Так что, добро пожаловать. Вот еще и Нина Антонина присоединилась. Как настроение? Мы сегодня гадаем на иллюминате плюс кипер. Новолуние в рыбах 13-го, Тараскоп с 13-го по 27-го. Как настроение, друзья? Так, ну что, я думаю, что все готовы к этой песне, да, пойти со мной. Спасибо за цветочки. Спасибо, спасибо. Так, ну что, все готовы, да? Овен. Солнце, Луна, Меркурий, если хотите, Венера, Марс. Асцендент с 13-го по 27-е. Есть овны. Скоро у вас дни рождения, дни рождения скоро у вас. Давайте. Овнам что у нас? Опять карты, которых я не знаю. Обычно привыкла к Тарайдеру. У вас есть принц. А, принцесс. Окей, принц. Это рыцарь Пентакли, посмотрите. У меня, у меня все хорошо. Вы спрашиваете у вас, в смысле у меня, да? Работы много. Вот на пляж поеду. Следующую субботу. Четыре дня. Буду опять вас дрязнить фотографиями с пляжа. Это рыцарь Пентакли. Какая-то возможность. И принц. А, два рыцаря у вас. И рыцарь мечей. Видите? У вас два рыцаря. У вас возможности появляются. Воздушная и огненная стихия. Ну, только с кем-то нибудь не поругайтесь. Кому-нибудь голову шашкой не снесите. Потому что по рыцарю мечей мы несемся вперед. Защищая, как крестоносцы. Свои идеи, убеждения. У вас получится, какой-то вам придет, откроется возможность. По Пентаклим это может быть, в первую очередь, финансовое, профессиональное. Профессиональное, денежное. Но и вообще, что-то такое конкретное. Даже если у вас Венера вовне, вы смотрите Любовь. Для любви эти карты. То это какое-то реальное, которое можно пощупать. Не просто какие-то пустые обещания. Луну с неба. Или звезды с неба. Два, мы принесли на подносе, на блюдечке. Нет, конкретное, конкретное что-то очень. Будет любовь. Два рыцаря у вас прямых. Возможности, но, знаете, по мечам это мы всегда... А, вот, эта мне возможность приплыла. И я никому ее не отдам. Не позволю упустить ее. Никому не отдам. И будете прямо пытаться сражаться, бороться за нее. Кому-то голову свернуть. Если кто-то попытается на нее позариться на эту возможность. В Кипере выслупала Distance Horizons. Дальние горизонты. То есть то, что вам предложится вот сейчас, это далекая перспектива. То есть не спешите по этому рыцарю мечей, который вон тут такой весь, аж птицы в разные стороны. Тут от страха разлетаются этого рыцаря, от страха, что он несет, как сломя голову, да, к своей цели. Цель у вас, она на далеком горизонте. Это не то, что так 7-минутное вас будет варить, и на этом до свидания. Нет. Терпение, потому что это перспективы очень масштабные, но по дистанции имеется в виду не только перспектива, а также результат финальный, как по-английски outcome, он придет к вам чуть попозже даже. То есть это просто первая фаза. Понятно для обнов. Очень хорошо. Второй знак у нас Телец. Если у нас Тельцы. Если у нас люди с личными планетами в знаке Телец. Личная планета. Так, не по центру. Что у нас с Тельцами? Ну-ка, давайте, Тельцы, не подведите. Что-то здесь. О, императрица. Перевернутая шестерка жезлов. Перевернутая шестерка жезлов. И императрица. Так, сейчас, секунду. Шестерка жезлов. Я забыла свои шпаргалки. Хотя я это знаю. Окей. Так. Что в Кипере? Ага. У вас здесь в Кипере вор. Кто-то попытается у вас украсть вашу победу. Смотрите. По старшему аркану императрицы. Да? То, что должно принадлежать вам, оно вам принадлежит. И никто у вас это в принципе не отберет, не отнимет. И старший аркан может проиграться позже, чем период, о котором мы сейчас говорим. И императрица прямая. Посмотрите, какая она красивая. Это, как это по-русски, благосостояние. Это продуктивность. Это также материнство. Это кайф от пассивного дохода. Комфорт полный. И финансовый, и эмоциональный. Это реализация, да? Когда я, вот, царица мира. Но шестерка жезлов перевернутая. И здесь еще вор. То есть какая-то победа промежуточная. Потому что по шестерке жезлов, потому что вам не колесница. Это победа, реванш, ну, какой-то промежуточной фазы. И кто-то пытается вам палки в колеса засунуть, поставить, поставить, ну, всунуть. Помешать вам пытается кто-то будет. Какой-то вор. Ну, вор в по-всех хрилом или в переносном смысле. Присвоить себе результаты вашего труда. Все что угодно. Но вы не переживайте. Шестерка жезлов перевернутая. То есть вы не входите победителем на коне. Видите, где вам тут это диферамбы поют. В какой-то двор. Двор, да? Какие-то тут люди прямо преклоняются перед этим всадником. Это под вопросом, под угрозой. Но, опять же, самое главное, что наша Арканфонна в императрице прямой позиции. Поэтому, если кто-то там попытается помешать сейчас, то финальный результат у вас никто не отнимет положительный. Полностью вас удовлетворяющий. Понятно? Близнецы. Третий знак. Вот скоро в вашем знаке там будут затмения опять, да? Близнецы. Смотрим. Младшие. Что говорю? Младшие. Что я говорю? В смысле, не младшие, а личные планеты. Младшие. Младшие. Личные планеты. В знаках Зодиака. Не учитывая Сатурна, Юпитер, Урана, Флутона в знаках Зодиака. В этих позициях нет и психологии. Только личные планеты. Ну что, есть близнецы? У вас затмения будут скоро через два месяца. Близнецы на эти две недели. Да? Стринадцать-вадцать-седьмой. Так, младшие Арканы. Двойка Пентакли. Двойка Пентакли. Восьмёрка Жезлов. Перевёрнутая. И в Кипере. Деспей. Отчаяние. Так, не отчаиваемся, во-первых, сразу. Потому что основные две старшие... Две карты Таро – это младшие Арканы. То есть, видите, по двойке Пентакли. Жонглировать с тем малым, что у меня есть. То есть, как-то пытаться выкрутиться из ситуации. То есть, имея вообще минимум какой-то... С чем мы могли бы решить эту проблему нашу какую-то? Восьмёрка Жезлов перевёрнутая – это дезинформация. Внимание, будьте осторожны. Это дезинформация, когда вам говорят не то, как испорчен телефон. Информация поступает через 10 человек, она прошла, и она приплывает к вам в итоге, и вы её неправильно интерпретируете. Осторожно с информацией. Это какой-то как будто обман. То есть, это в простом слове дезинформация. Центральная символика Восьмёрка Жезлов перевёрнутая. И от этого будет отчаяние, что и так у вас мало ресурсов. Финансовых, энергетических, эмоциональных, всё что угодно. Двойка – это минимальная карта. А ещё и к тому же вас пытаются надурить, и вот полностью в таком состоянии, и что мне, как мне выбраться. Выберитесь, две недели пройдёт, и будет новая жизнь. Новая фаза лунная, полная луния, там будет через две недели. И это два маха от Шахаркана, поэтому не волнуйтесь. Их влияние проходит быстро. Алена, сколько лет, сколько зим? Давно от вас не слышала новостей. У вас всё в порядке? У меня часто историю про ваш диван. Как его пытались перевести с точки А в точку В. Сейчас всё помню. Четвёртый знак – рак. Я опасная женщина, я всё помню. И хорошая, и плохая память шикарная. Не без хвостовства я так говорю. Помню, помню, всё, всё, всё. По моей жизни, по жизни других, по клиентам. Раки. Где у нас раки зимуют? Где раки? Солнце, луна. Который в Монреале там ещё вы пытались или из Торонто куда-то перевезти. Много лет назад, когда я жила в Монреале в 13-м году, 14-м. Разбор дивана стоил, и перевозка стоила цену дивана. Тогда ещё в Монреале. Ну что, раки? Да, ой, 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 ой. Раки, будьте осторонны. Я знаю, тут девочки ждут меня. Раки есть, да? Ой, 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 ой. У вас очень тяжёлая карта. Говорим сразу. У вас карта смерти. Это глубинная трансформация. И девятка мечей. Она, конечно, красивая по дизайну, посмотрите. Вообще мечи в этой колоде очень красивые, карта мечей. Смерть прямая. Прямая девятка мечей. И ещё к тому же concern. Озабоченность в смысле как-то preoccupation. То есть, как по-русски, помогите мне. Когда мы чем-то озабочены в смысле. Ну, не сексуально озабочены. Как по-русски сказать concern? Тревога какая-то, что, боже, и что делать теперь? Вот что? Стресс какой-то такой глобальный. Смотрите, по девятке мечей – это, конечно, бессонная ночь и отчаяние. Как я мог прийти к тому, что у меня есть сейчас? Это сожаление о сделанных в прошлом действиях, о выборах, о решениях, принятых в прошлом, которые привезли к этому результату девятки мечей, что не надо было мне этого в прошлом делать. Вот сейчас я сижу обеспокоенна. Ну, это немножко слабо обеспокоенный. Concern. Что он сидит, вот этот бедный мужчина пожилой, видите, и сидит, думает, и что? Вот как мне сейчас это разгребать? Но у вас идёт глубинная трансформация по смерти. Это фоновая энергия, старшая аркана. Что-то полностью уходит и не вернётся больше. Но это всё очень медленно, точнее, башня, что раз – по урану, и всё, до свидания. Это плутонианская фишка, да? Она всё выжигает внутри, чистит карму. То есть осторожно, как бы, в смысле, о том сьём. Берегите себя, раки. Не доводите себя до такого состояния, не отчаивайтесь. Если вы какой-то выбор взяли в прошлом, решение приняли, и сейчас последствия эти вас пугают от этого всего, ну, в общем, нельзя вернуться назад и всё переделать. То есть дайте, отпустите вещи, которые должны уйти по смерти. То есть и concern, переживания, и дядка мечит – то же самое. То есть берегите свою нервную систему. Потому что по смерти неизбежно уйдёт то, что должно уйти. Что у вас там с транзитами? Плутон-то ещё в козероге. Поэтому у кого-то в раке что-то ещё есть, может, Плутон даёт оппозиции у некоторых по вашим планетам в раке. Смотрите, также другие квадратуры, также других планет в транзитах. Хорошо, я никого не забыла, правда? Пятый знак лев у нас. Где мои львы? Ну, эти карты будут касаться и меня. У меня лунная Марс во льве. Львы, давайте, где львы? Львы на луне 13 марта. Тараскоп с 13 по 12. Что я говорю? По 27-е. Потому что я устала немножко. Давайте хочется для львов. Ну, для всех хочется хороших карт, правда? Ой, что тут такое? Тоже всё. Какой-то вас реприз ожидает. Возможно, в поездку отправитесь. У вас была башня, она очень красивая. Прямая башня. Тройка пентаклей. Да, прямая. И в кипере journey, путешествие. В смысле переносном, действительно, путешествие. В котором нам придётся отправиться. И это будет большим сюрпризом. Шоком, правда. То есть какой-то переворот резких событий. Просто как будто всё раз за три секунды. Всё сместилось, всё сдвинулось. И вам придётся ситуацию по тройке пентаклей. Которая какая-то... Вот эта карта, знаете, как работая в команде, её называют. Было какое-то общение, взаимодействие, отношения, работа. Ну так тоже вот по минимуму. Это как будто несколько элементов, с которыми вы взаимодействуете. Ну вот так идёт всё вперёд, как идёт. Ничего такого особенного. Ни больше, ни меньше. И вдруг на этом фоне вроде какого-то спокойствия относительно. Гром среди ясного неба. Просто шок. Всё переворачивается. Взрыв какой-то происходит. И вам нужно будет в прямом смысле слова куда-то поехать, чтобы это решить. Или, если в смысле переносном, то просто-напросто это резкий такой прорыв вперёд. Отходите от тройки пентаклей. Какая-то такая посредственность. Ситуация посредственная. И вы резко просто от неё, как, знаете, катапульта вас выбрасывает, да? И вы просто оказываетесь в открытом космосе. Далеко-далеко по путешествию от ситуации, которая была... которая вас уже достала. Но вы с этим смирились. Всё. Башня – это перемена. Это уран. Это классно. Поскольку лев фиксированный знак, как и лев и водолей, перемены очень сложно принимать. Я вам говорю, я в Коста-Рике куча пляжей, море пляжей. Нет. Если я еду на пляж, то я еду на один пляж, потому что я там комфортно, потому что я там всё знаю. Я знаю, где там какая пальма, где там какая бухта, залив, где какие камни, где рестораны и гостиницы. Мне как будто ехать в какое-то новое место, где я вообще не знаю ничего. Мне не в кайф видеть какие-то новые пейзажи. Сразу одно и то же – это вода. Оно сразу в итоге… Ну, мне некомфортно. Мне для меня это стресс. Фиксированный знак – водолей. И водолей во льве у меня планеты вечные. Это вот фиксированные знаки, они такие. А я уже промолчу про тельца и скорпиона. Это вода и земля им ещё сложнее перемены принять. Так же и для воздушных – льва и водолея. Пускай это в огонь и воздух – это янская энергия, но это фиксированные знаки. Поэтому какой-то шок для львов. Для меня тоже, смотрите. Раз у меня по работе. Ну, и луна во льве, и марс во льве. То есть какой-то будни шок, сюрприз. Какой-то прорыв резкий. Какой-то квантовый скачок. Вот. Прорыв вперёд. И по работе, и по эмоциям. Девы. Девы, девы, девы. Солнце, луна, Венера. Марс, осудия. Есть ли у нас девы здесь? Хорошо, давайте посмотрим для дев. Пентакли вам, пентакли. Хорошо. Начну с конца. Месседж, сообщение. Письмо, новость, смс, информация какая-то, документация, бумаги. Ну, письмо, да, во всех смыслах слова. Какая-то новость через сообщение. Шестёрка пентаклей и королева пентаклей. У нас сплошные пентакли. Королева пентаклей – это вы. Если вы женщина-дева, то это вы. Что такое шестёрка пентаклей? А, окей. Вот, наверное, вам придёт сообщение о том, что должны будете кому-то что-то заплатить. Потому что шестёрка пентаклей – это инвестиции. Он вкладывает свои деньги, время, эмоции, да. Поэтому… Или вам кто-то будет что-то давать. Это уже нужно смотреть на месте. Но в любом случае будет идёт речь, акцент на нашем сегодняшнем сообщении для ДЕВ. Да, сообщений на новостях, какие-то бумаги, может, документы, которые вам сообщают о том, что если это вы, то вы должны будете какую-то сумму внести, инвестировать, что-то выплатить. Ну, возможно, или вам. То есть, новости о деньгах, о выплатах. Ничего больше другого особенного. Потрясений больших нет для ДЕВ. Какое у вас интересное имя? Оксана Крейзи Повар. Сумасшедший повар, да? Седьмой знак весы. Продолжаем, что опять ложится время. Седьмой знак весы. Как весы. Смотрим. Солнце, Луна, Венера, Марс, Асцендент. Ой! Туз кубков у вас тут какой шикарный. Ничего себе у вас. Шикарный прямой туз кубков. Принцесс, это паш, не всадник, не рыцарь, а валет. Паш Жезлов. Новости любовные ожидайте. И экспектейшн. Вы будете ждать или вы ждете новости от кого-то, весточку, что кто-то должен прийти, приехать или написать. Но в любом случае это ожидание скорее всего закончится каким-то каким-то результатом, потому что по Пажу Жезлов это однозначно, это вестник. По Жезлов это вестник, это новость. Какая-то такая яркая, которая, вау, да ты что, да? Ты там был, туда поехал? Или наоборот, ты хочешь, я с тобой туда поехала? Новость о том, что кто-то в вас влюблен, что у кого-то сердце просто тает при мысли о вас. Какие шикарные карты для весов. Вот, получите ваше долгожданное известие, туз кубков, наслаждайтесь жизнью, нас вам даются туз кубков. Полная чаша, полная. Видите, как по-разному для всех сегодня выпало. Скорпион, восьмой знак. Где наши скорпионы? Где скорпионы? Давайте, отзовитесь. С 13 по 27 марта на Новолуние в Рыбу, 13 числа. Judgment. Суд. Стар шаркан. Что-то тоже грянет гром, как вот, ну, я не люблю слово выражение, страшно, что-то же так негативно. Но здесь идет какая-то развязка кармическая тоже, сценарию кармическому. Получите по заслугам, это может быть в смысле хорошим словом, а не в смысле плохом, да? То, что вы заслужили по карме, то есть какое-то очень важное событие, неизбежное. Фатальное, опять же, в смысле нейтральное, то есть неизбежное. Четверка жезлов. Ситуация, в которой вы охотитесь сейчас, там, где вы сможете это для чего, по работе или по семье, по любви, она стабильная. Четверка жезлов, это стабильность. Такое счастливое семейство, в смысле, ну, четверка, да, парочка. Что-то стабильно держится, вот, и вдруг это какое-то экзаменитрясение, начинает это все пошатнется. И я думаю, что это может быть не событие какое-то не совсем позитивное, просто как нарушение вашего покоя, нарушение с кем-то статуса КВО, нарушение нейтралитета. Потому что в Кипере, в Кипере у вас message of concern, сообщение какое-то, которое вас опять вот озадачит, озаботит, озаботит, которое вас в панику ведет, то есть будете волноваться, ой, да вы что? То есть какие-то новости вас выбьют из колеи, из седла. Было вот колея, седло по четверке жезлов. Все стабильно, все спокойно, и вдруг, как гроза ясного неба, через сообщение, что что-то происходит, что-то произошло, вот, вам придется это решать, потому что это старший аркан суд. Здесь вы не можете этого избежать, надо будет это решать. Смотрите уже по ходу, где-то ну что. Спокойство будет нарушено, да. Это кто у нас был? Скорпион, правда? Вот, из Багдаде все неспокойно. Дальше стрелец. Где стрельцы у нас? Есть ли стрельцы? Стрельц. Ирина. Ирина. Моя подруга детства, боже мой. Нам сколько лет было, когда мы познакомились? Два года? Дальше человека всю жизнь. Стрельцы. У вас выпало перевернутый мир. Все, никак цикл какой-то не закончится у вас. Восьмерка кубков прямая. И occupation. Будете очень чем-то заняты. Так, процесс, в котором вы находитесь, он вот-вот должен подойти к финальному какому-то фазе финальной, к завершению, потому что мир – это последняя карта старших арканов, да. Это завершение цикла. Но поскольку он перевернутый, вы все никак не придете к этому результату финальному. Что-то вот-вот-вот на подходе, но в любом случае мир в какой-то момент перевернутый, он перевернется в прямую позицию. И вы, поскольку у вас будет очень много разных дел по occupation, по занятости, это может быть и работа. Женщина вот на машинке швейная, она что-то шьет. То есть это кропотливая работа. Вы будете очень сильно заняты, просто загружены, перегружены какими-то всякими делами, потому что бытовые, там, просто много дел, которые нужно решить, сделать много чего нужно будет. И по этой причине вы решите оставить вашу эту идею окончания цикла в какой-то ситуации. Вы просто с этой ситуации выйдете по восьмерке кубков и решите, что я потом к этому вернусь. Сейчас нет ни времени, ни сил, ни ресурсов заниматься этим, чтобы закончить какое-то дело глобальное, чтобы цикл завершился. Но это временно отход от дел. Восьмерка кубков, да, возможно, даже зачарование. Я ухожу, потому что никак не могу получить то, что хотел по прямому миру. Так что вы себя займете чем-то другим, чтобы эта ситуация, допустим, на самотек, возможно, тогда она потом разрешится, все равно к этому все потом вернется, к этой незаконченной ситуации. Да? Желаю вам успехов в этом. Сколько времени? Козероги, козероги. Ну что с козерогами у нас? Где козерожки мои? Мой кот козероги. Я бываю, когда он там слишком сильно шалит, слишком там совсем шкодит, я сажусь и смотрю его транзиты. Бывает он очень спокойно, бывает нет. Наверняка причина в транзитах. Козероги на новолунии в рыбах 13 числа, с 13 по 27 марта. Ой, какая красивая карта, но она грустная. Тройка мечей и императрица, обе карты прямые. И в кипере, wealthy man. Как по-русски? Благосостоятельный мужчина, богатый мужчина, у которого есть средства. Если вы, неважно вы, женщина или мужчина, возможно, вас отвергли. Ну, разбитое сердце в смысле таком, что... Элиминейм, как по-русски. Исключить третий лишний элемент. Здесь может быть много вариантов. Это даже может быть элементарное отношение с матерью, которая очень болезненная. Например, если императрица идет мать. Это может быть, если вы мужчина, например, какая-то женщина, которая для вас очень-очень важна. Прямо очень важна. Она чувственная, она при деньгах, она самодостаточная, она принимает решения самостоятельные. Как жена императора по картам. Вот она, возможно, вы не с ней, или из-за нее какие-то у вас сердечные раны, да, кровоточат. Если вы женщина, то это либо с матерью болезненное отношение травмирующее, или это, ну, допустим... Ну, не действительно вы, просто ситуация такова, что... Вот какой-то пробой в чувственной сфере. Но для женщин, например, по... Как по-русски? Wealthy man. Состоятельный мужчина. Состоятельный мужчина. Ну, возможно, он вам сердце полечит. Потому что фигура мужская, состоятельный мужчина, да. Она здесь присутствует, конечно. Для мужчины, возможно, это вы. То есть вариантов моря. Это вы, допустим, вы решите эту императрицу завоевать, используя все ваши ресурсы. Но, да, по тройке мечей, конечно, это грустняшка. Это касается ситуации, которая не такая двухдневная, однодневная, а которая касается императрицы. Это архетип плодородия, архетип... Чувственности и как-то фертилитей по-русски. Плодородие для почвы и для женщины, когда она может забременеть. Состоятельно, да. Так что, видите, тройка мечей. Ну, надо это преодолеть. Все, да? Осталось два знака. Я вкладываюсь в время. Ну что, давайте смотреть для водолеев. Я водолей, вы знаете. Солнце, Венера, студента водолея. Где наши водолеи? Так. Перемены. Change. Будет перемена. Это уже начало хорошее. Начинаю с конца. Что второго у нас выпало? Семерка мечей. Перевернутая. И перевернутая умеренность. Вот в прошлом была ссора. Нет, это не ссора. По семерке мечей, я извиняюсь. Это ночной вор карта. Так, сейчас. Как слова найти правильно? По ночному вору, знаете, вот вы просто, нам что-то надоело, или мы чего-то боимся, трусость просто. И мы выходим из ситуации по-английски, никому ничего не сказав, ни до свидания, ничего, ни спасибо, ни до свидания. То есть мы, ты знаешь, как палатка, да, вот он ночью, с мечами на плече, ночью, среди ночи, да, из палатки и раз, и удрал. То есть вы из какой-то ситуации пытались в прошлом или пытаетесь сейчас просто-напросто испариться, исчезнуть, ничего не объясняя, по-английски уйти, да. Французы не понимают это выражение, уйти по-английски. Наверное, только для русских это существует. Но вам, похоже, не удастся этому, понимаете. Какая-то ситуация может вернуться, потому что вот, ну, не отпускает, не отпускает. Нам не удастся убежать, как ночной вор. Она перевёрнута карта. По перевёрнутой умеренности я бы сказала, что это как начнётся какое-то движение, потому что когда, да, temperance, умеренность прямая, это просто, это была текучесть, это всё, это вопрос времени, что всё медленно, идёт, развивается, ничего толком не происходит, но здесь как раз-таки она перевёрнутая, то есть это медленная текучесть, вялотекучесть, да, она может вдруг показать другую сам динамику, то есть начнётся движение опять. По прямой уверенности я говорю, добавьте воды в своё вино, добавьте воды в вино, то есть разбавить, чтобы не было концентрации. Спокойно, спокойно, тихо, если наоборот как раз-таки идёт ускорение. И почему я наставлю это? Потому что в Кипере у вас перемена чейндж. Но я чувствую, что что-то, это не просто что-то новое, а это, возможно, возвращение ситуации, которую вы пытались избежать, перевернуть страницу, она может вернуться. То есть вы думали, что всё, это конец, что не надо мне, не хочу больше этим заниматься, я не знаю, что с этим делать, мне это всё надоело, нет, оно ещё не закончилось. И рыбки у нас остались, да, у которых дни рождения, настоящий момент, в чём я вас и поздравляю, кто празднует. С 13 по 27 марта, да. Солнце, Луна, Венера, Марс, Асцендент. Основные позиции. Четвёрка Пентакли, опять тройка, у нас три раза выпало вполне, если не ошибаюсь, тройка мечей для раков, козерогов и для рыб. Тоже все в думах, в раздумьях, в мыслях. Я шучу, в мыслях. Четвёрка Пентакли, тройка мечей, младший аркан, опять, это быстро пройдёт, как в белых яблонь дым. И в соцмысли. Вот сидите, видите, у мужчины, он портрет рисует женщину, например, да, и он вот мечтает о том, что как её увидеть, что пока у него есть только портрет, который о ней напоминает. Четвёрка Пентакли, ничего особенного. Сижу на том, что моё, на моём стуле, не хочу, то есть перемен нету, ни меньше, ни всё, ни меньше, ни больше. Какая-то есть вот, что-то есть ресурсное, в плане ресурсов, базовое, элементарное такое, без эксцессов, как говорится. Но здесь есть грустняшка, да, потому что мысли, мысли, либо о том, что вот я один, я одна. Помните, как была, а, ну вы не знаете, белорусская певица, Инна Афанасьевна. Не твоя вина, не моя вина, в том, что ты один, в том, что я, я одна, я одна, не твоя... Очень красавая песня. Тоже старая, когда была стручка. Я всё пела её там в общаге. То есть мысли о том, что я один, ты одна, или просто там, или мысли о ком-то конкретном, грусть, печаль, что человек далеко, либо вообще грусть о том, что нету партнёра. Но опять же, это младшие арканы, четвёрка Пентакли, тройка Мечей. Так что тоже это всё. Ну, сейчас вы переживаете солнечную революцию. Соляры, те, кто рыбы днерождение празднует, у вас возвращение, да. Всегда очень такая чувствительная часть года, соляры все эти. Поэтому нужно себя беречь. Друзья, на этом всё на сегодня, да. Я буду в прямом эфире на Ютюбе в четверг, какое-то число. Восемнадцатый или восемнадцатый? В четверг, например, на Ютюбе. Вот. Потом я в субботу на четыре дня я на пляж отъезжаю, поэтому будут вам новые фотографии. Но голос хороший, просто в стране распелось, а так у меня сейчас появилось, Алина, спасибо. Ну, я же пела всегда. И здесь, когда до вируса, до пандемии, в русской общине всегда на сцене. И у меня сейчас новое появилось, такое, ну, мечта. Давно она, вот, типа, будут лишние деньги, раз богатею, я всё-таки приобрету себе пианино, фортепиано. И вернусь к курсам бокала. Ну, что здесь всегда есть и караоке, это для души. И с русской общиной тоже знаки для концерта делаются. Надеюсь, к этому всё вернётся, да, после этой пандемии. То есть, чтобы для души. К этому я вернусь. Так что... Просто не хочу смешивать какие-то моменты, вот, астро, тару, эзо с музыкальными, что-то разные профили, но если я к этому скорее... Ну, то, что если я к этому вернусь, если буду музыцировать, там, для себя, для души, для друзей, я это, конечно, буду выкладывать даже на Инстаграм, буду делиться с вами этим. Не волнуйтесь. Так что вот всем удачи, новолуние. В какой дом проецируется у вас, смотрите, в вашей натуральной карте, у меня в первый. В этой сфере жизни у вас будут обновления, какие-то перемены, то есть, можно будет визуализировать новую реальность в этой сфере жизни. Именно в этой, а не в любой какой-то. Лучше в этой. Лучше постраиваться под цикл лунного месяца. Как минимум лунного месяца. Все. Всех целую. Берегите себя. Хорошего вечера, дня. Хороших выходных. И до встречи на YouTube в следующий четверг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok